Всем привет! Сегодня мы продолжим рассказывать вам про садовых удавов. Точнее, сегодня мы будем определять пол у них и кормить двух, которые отказались есть самостоятельно. Будет принудительное кормление. Семеро хорошо едят, а вот двое последних, они так и не захотели есть. Мы их кормили и пытались кормить и крысами, и мышами, и заморозкой живыми, и они тут полный отказ вообще не хотят. То есть один там он хватает, но почему-то всегда отпускает, вот, и не ест. Второй вообще не хочет. Почему? Их придется кормить принудительное. И это мы сегодня тоже вам покажем и расскажем. И определение пола будет. Как видите, малыши уже подуспокоились. Большая часть вполне себе такая адекватная. Ну, если их специально не злить, не бесить, то вполне себе они такие вот, такие уже нормальные, хорошие, хорошие дети. Вполне себе адекватные. Ну что, начнем с того, который у нас в руках. Нужно удобно схватиться. Давно я уже не ободелила полу. Так, нужна салфеточка. У меня здесь всегда есть. У них железы, которые выделяют неприятно пахнущую жидкость у садовых удавов. Поэтому нам нужно пригодиться салфетка. У меня здесь все сколько. Итак, мы придерживаем клаву чуть-чуть, нажимаем. Слегка фиксируем этот хвостик. Растягиваем и пытаемся что-нибудь увидеть. В принципе, определение пола такое же, как у нас есть в видео, с определением пола полазят. И только что их бизнесно помельче немного. Здесь, кстати, хвост короче, или мне кажется. Ну, это похоже самка. Ничего нету здесь. Вообще-то не похоже ни на что. Ничего нету. Это и самка. Да, самка. Ничегошеньки здесь нет. Угу. Самка. Мы ее сажаем к самкам. Вот сюда отдельно. Теперь будет здесь отдельно. Самки и самцы. Так же делаем. Прижимаем. Так же делаем. Ну, тоже похоже самка. Вообще ничего. Как я уже говорила, в видео с определением пола отдельного нашего, самых лучше проверить несколько раз. Похоже. Ого-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го. Ай-ай-го-го-го-го-го-го-го-го-го. Что-то есть тут, маленький, конечно, сложнее и неудобнее, что скажешь, о, походу самец, так, дай-ка ты мой красавчик, о, боже, нет, ну, похоже, самка, да, тоже вообще ничего не выдавливается, нет, ну, вообще ничего, прям, вот прям ноль, совершенно и ничего, ничего, вот я выкатываю и ничего не выкатываю, потому что вот вообще близко ничего, они потом, когда привыкают к рукам, они перестают выделять вот эту пахнущую жидкость неприятную, да, они когда пугаются, ну, потом они с возрастом, когда уже руки ваши для них не будут казаться чем-то, о, что это такое, откуда оно взялось, уже, когда прирухнут, они уже не будут так реагировать, тоже самка, вот, самка, ну, так, на данный момент у нас 4 самки, это из семи тех, которые едят, двух, которые не едят, мы отдельно тоже определим пол, но для начала мы вот 4 самочки, да, двух разных расцветок, а мы их по две, так, сейчас мы тогда еще определим пол у тех, которые не едят, никакую, не хотят, а можно мне дать еще салфетки, пожалуйста, не жерун, очень необычного цвета, ну, в смысле, отличается от остальных малышей, он вроде как расцветка больше в папу, но при этом очень яркий, очень красный такой, вот такой тело у него насыщенный, и голова красная, и глазки красные, вон какие, да, ну, это самочка тоже самочка, и по хвостику понятно, хвостики, правда, у них тоньше у самочек и короче, ну, самцов, правда, более такие покрепче, значит, так не жерун у нас самочка, красивая девочка, которая не ест, вот ее мы чуть попозже будем принудительно кормить, вот какая красивая, очень четко, что она не хочет сама есть, по первому, по первой проверке показался самец, сейчас мы его еще раз проверим, вот, да, видно, вот они по бокам два гемиопениса, почему-то полностью не хотят они выкатываться, такие вот садовые, все свое держу в себе, ну, вот гемиопенисы, вот они используются в себе, вот это вот, видно гемиопениса-то, опять куся на меня, конечно, маленький, он же сам маленький, потому что для меня непривычные с адул 미, они, конечно, мельче, и сложнее это все. Почти хомоис. Ну, как бы видно, что два по двум сторонам, но просто с полозами мне как-то проще, конечно. Мы будем принудительно кормить двух дурачков, которые не едят. В общем, у нас все для этого есть. Мы покажем, как это делается, как это обычно происходит. Итак, как-то у нас покажет внимание марш. Сначала мы попробуем покормить их полупихом. Посмотрим, что у нас из-за того получится. Для этого нам нужно взять около головы змею и постараться... Вала, она не отпускает. Все время будет, да, отпускать? Давай, он маленький. Нужно покушать. Давай, давай, давай. Он же сейчас сообразит. Нет, не хочет. Видите, он не хочет. Значит, пыхаем его до конца. Он вот, это тот, который кусает, но не ест. Кусает, и живых он мышей душил, а есть он их не ел. Придется вот так вот нам пропихивать ему. Не крився. Он хочет, ну, обратно его. Но мы ему не дадим обратно. Потому что нам надо его покормить уже в конечном итоге когда-нибудь. И кушать-то надо, друг мой дорогой. Надо кушать. Вот так потихонечку, самым маленьким пинцетом мы это делаем. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Мы пропихнули сюда. Но мы не дадим ему срыгнуть. Будем пихать дальше. Он пока что выплюнул бы даже сейчас потихонечку. Вот так вот мы ему будем проталкивать горло дальше к желудку под пищеводу. Ему это, конечно, не очень нравится, но не умирать же ему с голоду, правильно? Ничего не поделаешь. В некоторых садовых так садовыми приходится так поступать, потому что они не хотят по-другому. Нет, нет, нет. Будем пихать, друг мой, до самого победного, чтобы ты это не срыгнул, чтобы ты поел. Это не самое приятное зрелище. Ничего тут не скажешь. Измеение особо нравится, но я думаю, что лучше для нее так, чем умереть от голода. Потому что у нас дура не ест. Это ему уже лучше стало, мы уже почти пропихнули. Он уже может даже бы ее не срыгнул, но мы все-таки пока что еще пропихнем ему подальше. Потому что он прям вот старается. Сейчас посмотрим. Потому что у него уже началось инстинктивное движение сами пропихивать. Переду в желудок. Давай еще немножко мы тебе поможем. Не хотелось бы, чтобы все наши старания пошли на смартку. Надеюсь, что ты когда-нибудь помнишь и будешь лезть самостоятельно. Вот он сейчас уже мне сам помогает. Вот он уже пропихивает сам. Дошло уже, прошло больше половины пути. Вот он, видите, он здесь толкается сам и пропихивает мышь внутрь. Но мы хотим закрепить результат. Точно он там что-нибудь себе не выдумал. Вот он. Вот он впихает сам уже. Сопротивлялся только по пути. Теперь сам впихает. А ему только как помощники теперь. Ну все. Молодец. Что, скорее, больше есть сам. Все, мы его касаемо таратим. Так, и второму сейчас. Предложим съесть это дело с полупиха. Ааа, не меня, дурачок. Не меня. Эх, жопа ты. Да блин, понятно, да, ты такой злой. На, кусай. Кусай, на. Кусай, на. Как твой друг. Вот так. Сначала мы протолкнем тебе его. Вот так. Не торопясь. Просовываем. Чтобы это было более естественно. Чуть-чуть. Не настолько медленно, конечно, как если бы он ел сам. Но все-таки стараемся не слишком сильно торопиться. Вот так. И начинаем пропихивать. Так-так-так-так-так-так. Давай-давай-давай. Давай вот руку мою. Вот так вот с двух сторон берем и пропихиваем. Он, кстати, пока что не так сильно сопротивляется, как тот первый. Он нам уже не нужен. Потихонечку. Его упрямляем, чтобы он тоже не сильно сопротивлялся. Но он особо не сопротивляется. Сейчас посмотрим, откуда он начнется пропихивать. Он уже вот, видите, делает движение, чтобы пропихивать, а не выплевывать. Да, поправьте челюсть. Мышку, как вы видели, мы взяли суточную, очень-очень маленькую. Это и является, в принципе, проблемой при искусственном вскармливании, что змеи едят кормовые объекты меньше, чем если бы они ели самостоятельно. Вот, видите, он шею как изогнул. Потому что он сам тоже пропихивает, пропихивает еду. Мы ему так чуть-чуть помогаем. Ну, лучше, чем тот, который сопротивлялся все до самой середины. Хотел еще выплюнуть омрадную. Но все-таки хочу проследить, чтобы точно наверняка убедиться. Может, дурачок будет. Сначала пихал, потом выплюнет. Кто его знает. А нам это все в минус. Потому что все-таки змеи, они на искусственном кормлении, многие змеи, они особо не растут. То есть, очень-очень медленно растут на искусственном вскармливании. Некоторые змеи вообще практически не растут. А плюс стресс, это все не очень хорошо. Таких змей я бы вам не рекомендовала покупать. Если вы новичок, то уж точно не стоит. А я, в свою очередь, вот этих вот нежрунов ставлю у себя до тех пор, пока они начнут питаться самостоятельно. Никуда они никому не пойдут. Потому что они сами не едят. Я не люблю перекладывать ответственность. И предпочитаю сделать сама и знать, что я делаю. А не что потом кто-то мне что-то говорил, что не получается или еще что-нибудь такое. Нет, я лучше сама все сделаю. Ну вот, в общем-то, мы ему почти уже до снова желудку пропихнули. Дальше он сам справится. Мы его посадим к его брату, сектуречку. Да, пойдешь. Вот так, давай. Давай расти и будь умным. Ешь сам. Все. Ну все. Ну что. А, точно. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и следите за нашими новостями. И спрашивайте в комментариях, если есть какие-то вопросы. Мы всегда отвечаем. Пока-пока. С двигатр. С двигатром. Дальше. Пошло. Давай-пока. И чему ребят! Сегодня все,plesểm перестал. givesheitsе. Продолжение следует...